Бардачу Степан Ягорович загинул калявёски Сидоровича Могилёвского района прикладна 12-14 липеня 1941 года, калей был, дарыча, легендарный бой на Буйницким поле. Невыпадкова церемония передачи останку пройшла у музея имя Симонова, что у леса техничным колледжем. Вся земля Буйницкая – это святая. И речь идёт не только о Наполеоне, не только о шведах до того ещё, а первая мировая война прошла через нас, а вторая мировая – это такие раны нанесла этой земле и людям, которые жили на этой территории. Нагадаем, гэты в осенью, каля Сидорович у леса уздолж Гомельской шаши, совязисты подчас замены кабеля трапили на невядомое похаванне. Потом викруцы и спецбатальон Министерства обороны откопали останки Ивана Рубана с Чарнигова. На некоторой отлеглости от его лежал Степан Бардачу с Пензенской области. Мы полагаем, что это ребята из передового отряда майора Златоустовского. У обоих из них были медальоны, оба медальона были прочитаны. И как только мы узнали фамилию, мы сразу же связались с пензенскими поисковиками, в медальоне был указан адрес. И те буквально в течение двух дней помогли разыскать нам родственников. Отшукали родных, обо двух солдат. Яны пожидали поховать их на родиме. Поиск, он, как, наверное, любая другая часть, он не состоит из того, чтобы только поднять бойца, установить. Это огромный труд массы людей, которые, в принципе, в комплексе делают то, что не сделали в сороковые. Как сказал одни на старых поисковиков, мы все запоздавая похоронная команда Красной армии. Степана Бардычева поховают у вёсцы Каргалеи Капензенской в области 10-го Снежня на Могилках побыш с батьками, альбо за мемориальный комплекс загинувшим землякам. Останки Ивана Рубана рыхтуются до передачи у Чарниговскую в область. Так, агульными намаганнями солдаты вертаются с войны до дому. Дарий Семянько, Татьяна Сергейчик, Віталь Алексейенко, Новин Регіюна.